Показываю, что нужно делать на этой карте. Если вы запикиваетесь на тембл ЦП, ваша задача занять вот такую вот интересную позицию на этой карте. Вы газуете вот сюда. Берете желательно всего гром-дальность, либо рельса-дальность. У вас два варианта. Рельса-дальность, гром-дальность. И начинаете плотную накидочку по противнику. Даже если вы его особо сильно не видите, видите, кнопка на запуске выстрела стоит всегда. Пофиг. Видите вы противника, не видите. Вы просто даете. Вот как будто представьте, как будто у вас, я не знаю что, ну смака с автопушкой как будто. Вот вы зажали кнопку и просто стреляете. Просто стреляете. Там, глядишь, попадет, не попадет. Там противников много. Если попадет, все, развалка лютая. Сразу салатница. Вот так вот. Бам. Бам. Просто стреляете. Туда, сюда. Вот видите, с плэшом что-то зацепил. Там еще добавил сверху. И еще сверху добавил. И все, и все, и все. И пошла сразу движуха. Режим ЦП. Шикарнейший режим. Один из самых вот моих любимых режимов. Знаете почему? Потому что если вы даже проигрываете этот режим полностью, без шансов, на протяжении всего боя, главное, чтобы последнюю минуту вы что-нибудь полезное делали на карте. А вы на этом вооружении что-то полезное на карте делать будете всегда. Абсолютно всегда. Потому что вы как на автопушке стреляете. Понимаете? Вы сидите, стреляете, как на автопушке. То есть у вас уже преимущество над противником, потому что вы стреляете всегда, еще и с каким огромнейшим уроном вы стреляете. Да? Противник чуть разъезжается куда-то. Непонятно, куда он разъезжается. Да? По идее он должен быть весь на одном месте. Шафт что-то пытается в прицеле найти, но походу он находит только прошлогодние сосиски у себя в холодильнике, потому что мы его уже набреваем. И все. И стоим так же самым. Продолжаем. 7 к 0 уже у нас. У нас все просто очень жестко. Очень жестко. Прям контроль. Оп, он еще раз решил что-то поискать в прицеле. Он опять что-то ищет, опять находит. Опять что-то находит в своем холодильнике. А мы продолжаем. Если что, мы продолжаем. Продолжаем делать такую же врывалову. Продолжаем. Дело, 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 дело. Сводка летит. Пытаемся еще добавить. Еще добавить. Уже время не так много. Кому-то может быть под это подход ножки оудишку дать? Кто-то может хочет сыграть под оудик? Картисол живет? Вижу, что Картисол живет. Сразу оудишку под него даю. Живи, живи, Картисол. Почти долетело. Почти, почти. Но это был вот очень грамотный мув. Да, тоже вот всегда пользуйтесь этим моментом. Да, то есть ваша задача давать Шареллу под тиммейта. То есть вы даете работку на ход ножки. И то есть вот кто-то играет под вашу Шареллу. Вы плюсуете сразу денежки и себе денежки, и хпшечку тиммейту. Может там еще зацепочка под противника залетает в моменте. Да, тоже неплохая работка. Мамонт пытается законтролить точку. Вы ему сразу на взбодрилову даете еще по голове говяжий. Чуть-чуть еще добав... Ой, Титанчик тоже открывается. Вы ему сразу продлеваете его на гибаторские способности. И все. И добавляете. Добавляете. Только, только добавляете, ребятки. Больше в принципе делать-то ничего не надо. Только добавлять урон. Только добавляете и все. Все. И добавочку. И добавочку вкусненькую. Бах! Ему в голову. И бах! Ему в голову еще добавляете. Так, еще здесь вот по мамонту что-то поработать. Еще по мамонту поработаем. Отлично. Великолепно. Великолепно. Ой, Титанчик прожимается. Хорошо. Хорошо. Купол не проблема, если что. Если вы думаете, что для этого грома купол проблема, нет. Вы просто ждете около 20 секунд, да. Потом начинаете добавить в эту тушеночку супер много, да. То есть, пока вы даете по 170, да, там, 180 урона, но это тоже неплохо. Это тоже цифры, то есть, если вдруг противник в этот момент каким-то чудом улетит на респ, вы за каждого по пятерочке сверху заработаете, что будет уже очень неплохим результатом, да. Что касаемо данного боя, мы уже ведем практически в салатницу над противником, но практически в ноль. Практически, ну, вообще нет шансов у противника что-либо сделать в этом бою, да, и, соответственно, мы за счет этого можем показать еще лучший результат на этой карте. Да, то есть, за счет именно вот таких моментов результат ваш на карте происходит, ну, наверное, в раз 400 лучше, да, за счет того, что вы вот, ну, вот настолько сильно можете накидывать по оппонентам, да, то есть, вы просто делаете очень жесткую разницу на карте, и, ну, счет, как бы, говорит сам за себя, 19 к нулю, как бы, да, то есть, у меня появляется оверка, я даю сразу шар под базу противника, сразу, сходу, да, то есть, я не думаю даже, стоит его давать, не стоит его давать, я просто даю шареллу сразу, сразу, и очень много урона накидываю, что аж, шарелла, когда там долетает, там просто, ну, цифры, космос, просто космос, не знаю, почему там никого не убило, но, по идее, должно было быть, ну, килов 5 минимум, минимум 5 должно было быть, просто, наверное, ну, не зарегало, просто не показало, да, на самом деле, там где-то килов 5 было в этом моменте, да, и вы продолжаете вот так вот работать, работать дальше, работаете дальше по вкусненькому, добавляете еще урончик, добавляете еще, 6,5 минут, до конца. Вы думаете, что вам еще потеть придется 6,5 минут до конца? Конечно же, да. Потому что это ЦП. Это лучший режим камбэков. То, что вы выигрываете на протяжении всего боя, это вообще ничего не значит. Режим-то лучший. Почему? Да потому что даже если ты будешь выигрывать весь бой, да, в конце тебе просто дадут плюшку какую-нибудь вкусную, да, вкусняшку такую. И вы проиграете этот бой. Поэтому еще 6 минут пота смело, смело, смело 6 минут пота. И стараемся, стараемся на накидочку. Главное, чтобы накидочка была, да. Противник пытается вас уже что-то сделать. Но у него вряд ли что-то может получиться. Гром прожимает оудишечку. Он пока меня не видит. Я просто, ну, невидимый. У меня такая краска тут просто. Защита сразу дополнительная от видимости. Да, то есть сводка какая-то летит. Но она тоже, наверное, не сильная по ощущениям. Да, я ее тоже переживаю. Там Магнум пытается попасть. Ну, я же сказал, что я на невидимке, поэтому ему попасть тоже сложно. То есть он как бы чисто в воздух стреляет, да. То есть он не особо сильно понимает. Я так чисто для приличия все-таки сделаю вид, что меня видно. Чуть-чуть откачусь подальше. Да, чтобы... Ну, а вдруг... А вдруг они все-таки, ну, проскусят фишку, что у меня все-таки не невидимка, а чуть-чуть меня видно. Да, то есть чуть-чуть дальше откачусь. Чуть-чуть так, чисто по приколу. 80% овердрайва у меня уже есть. Это значит, что на ход ноги уже следующая оверка полетит крайне быстро. У нас проджимают левую зону. В салат, причем, прожимают левую зону. Я не знаю, с чем это связано. Просто, ну, в левую зону летит, ну, тысяч 40-50 уронов каждую секунду. Но у нас как-то контролят точки. Не знаю, как это происходит. У меня 99% овердрайва тем временем. И мы такую левую продленочку даем. Называется вот это как-то около левой продленки. Да, то есть все противники, которые будут в этой левой продленке, 100% улетят на респ. 100%. Да, то есть вот сейчас, ну, килов 8 могло бы быть. Да, мы все разъехались. Но килов 8 могло бы быть точно. 100%. Да, то есть, ну, где-то около 8 я должен был сливать. Но мы продолжаем, если что. Мы продолжаем. У нас 4 минуты. Еще самое интересное впереди. Да, все-таки режим, как я говорил, лучший. Поэтому мы еще стараемся. Мы еще стараемся. Аптечку прожимаем. Просто тут сводки какие-то. И меня все-таки уничтожают. 36 на 1. Слабо. Для вот этого грома очень слабый результат. Да, то есть, ну, вот по ощущениям можно было уже где-то около 80 иметь. Да, но чуть-чуть как-то не пошло. Чуть-чуть. Чуть-чуть не пошло. Ну, где-то около 80 уже должно было быть у меня. Так. Ну и продолжаем. Да, нам нужен контроль левой зоны. Потому что счет уже противник сравнял. Да, вы выигрывали на протяжении всего боя. Но это ничего не значит. Вообще. Абсолютно. Да, то есть, вы тянете весь бой. Ничего страшного. А что? А что такого? А что вы сделали для победы? Правильно. Вы ничего не сделали для победы. Да. Вы всего лишь тянули весь бой. А за 3 минуты до конца у противника уже точек столько же, сколько и у вас. Ничего страшного. Ничего страшного. Великолепная работа. Делается просто. Профессионализм. Зашкаливает. Поэтому вы продолжаете делать работочку супер вкусненькую. По урончику. По урончику просто. Да. Проходитесь по противникам. Добавляете. По грязи. Хорошенькой. Добавляете еще. Добавляете еще. Еще. Да. Кнопка не отжимается, если что. Да. Повторюсь. Да. То есть, вы кнопку как зажали, так ее и держите. Вы не должны отпускать кнопку стрельбы. Да. Стрельба у вас должна быть на постоянной основе. Даже если вы не попадаете, ничего страшного в этом нету. У вас КПД просто в секунду зашкаливает за счет того, что вы просто стреляете каждый. Ну, вот просто как зажимали, зажали эту кнопку, вот как стреляете, все, сразу салат. Лютый. По 1700, по 3500, по 500, по 300. Все залетает. Просто. Там магнум начинает что-то шмалять, да? Ну, чисто может быть хочет ПВП, какой-то дом мешается. Не могу... О, попал рандомный шот. Вот видите, рандомные шоты попадают. Просто рандомные. Почему попадают? Спросите вы меня, почему я попадаю? А все очень просто. Потому что кнопка зажата. Кнопка зажата и за счет этого происходит все движение. Да, то есть если бы зажима кнопки не было бы, это бы не работало. При любом раскладе не работало бы. Шарелла залетает шикарнейшая. Да, в очередной раз где-то 5-6 противников я унес. Ну, плюс-минус, да? Ну, там просто вправо в чате не написало и эти цифры с подсветкой тоже не сработали. У нас 2 минутки до конца остается. Нам чуть-чуть осталось доработать. Самую малость доработаем. Самую малость дорабатываем. Пробуем, пробуем еще доработать. Пробуем еще доработать. Пробуем еще доработать. Так, поэтому тоже бойцу чуть-чуть поднавалим. Еще тут сосулечка какая-то залетает. Хорошенькая. Сразу было видно, что тиммейт мой один из самых сильных с такими сосулями. Мы чуть-чуть катимся так в бачок, чтобы нам не вся сводка скорпиона залетела. Тоже, да, один из маневров грамотных, да? То есть вы как бы, ну, видите сводку в себя, сразу чуть-чуть стрейфика даете легенького, да, и тоже эта сводка не летит, да? То есть вот есть еще такой вот интересный прострельчик, называется халявный прострел, да? То есть вы пытаетесь что-то там попасть, попасть, не попадаете, не попадаете, не попадаете, потом бах, и халявный прострел приносит свои плоды. Да, то есть тоже такая темка есть интересная. Сводка по вам. Пока летит сводка, вы должны обязательно слить того типа, который дает вам эту сводку, чтобы эта сводка была уже без дополнительного повышенного урона. Ну и у нас еще 45 секунд остается до конца. Идеальное время, чтобы контролить точки вашей команде. Можно в таких моментах иногда даже в чат написать, типа все по точкам. Ну а вы должны в этот момент продолжать просто уносить всех, кто попадается на вашем пути. Да, то есть вы должны вот как зажали эту кнопку, как заняли позицию, так вот вы и стоите и накидываете, и накидываете, и накидываете. У меня 87% овердрайва, 5 секунд до конца. Успели еще одну вжималовую сделать, 907. Нет, похоже, и бой заканчивается, и вы делаете просто нереальнейшую разницу на карте, потому что ваш счет зашкаливает. Вы забираете 5000 с никакими фондами, 58 киллов, 1035 очков. Идеальная реализация, лучшие комбинации для этой карты. Как говорится, записываете на демки, прожимаете лайки, подписывайтесь на канал, и все, чтобы вот так же каждый бой у вас реализовывался супер по-бомбически. И все, все. Что там сложного? Вообще ничего сложного. Просто в легкую работочка происходит. В легкую. Поэтому делайте вот такие результаты, и будет у вас все по-бомбе. А мы летим дальше.